МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Увидное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Готовность дорожной и снегоуборочной техники к осенне-зимнему сезону оценил глава Ленинского городского округа. Все шесть роторов, все пускаете в работу. Обязательно. В муниципалитете продолжается модернизация и установка новых детских площадок. Подрядчик присылает на согласование несколько макетов детской площадки. Поселку Измайлово исполнилось 45 лет. Огромное спасибо администрации за то, что они организовывают такие мероприятия. Готовность дорожной и снегоуборочной техники к осенне-зимнему сезону оценил глава Ленинского городского округа. В рамках рабочего визита Станислав Катаров побывал на базе МБУ «Благоустройство», расположенной на Белокаменном шоссе. Ну, это то, что видно на входе, потому что часть у нас в поселениях. У нас еще по поселениям есть небольшие базы, так что все видно, что оно здесь находится. А здесь что у вас? Здесь ремонтная мастерская. Провел экскурсию по базе директора МБУ «Благоустройство» Дмитрий Черкасов. В зимний период более 600 сотрудников учреждения будут ответственными за наведение порядка на территории округа. На улицы выйдут 65 единиц техники. В настоящее время 59 находятся в исправном состоянии. К 1 октября полностью завершится подготовка оставшихся машин. Это, прежде всего, МТЗ-82, это мини-погрузчики, как правило, в большей части это мини-погрузчики «Четры» и мини-погрузчики «Анты». Это самосвалы и это погрузчик «ЕЛАЗ». Дополнительно требуются такие два вида техники, как самосвалы и погрузчики. После осмотра спецтехники глава посетил ремонтную мастерскую, склад запчастей и расходных материалов. Все шесть роторов, все пускайте в работу, обязательно. Посмотрите сразу для себя, отработайте, какие маршруты, где они поедут. Также Станислав Катаров дал поручение руководству привести в порядок и саму территорию базы. Новый цифровой сервис «Вывоз ненужных вещей» запустили в Подмосковье. Оформить его легко на портале Госуслуг. После оформления электронной заявки специалист свяжется с вами, после чего будет осуществлен вывоз. Важно отметить, что крупногабаритную технику и металлические предметы можно вывезти бесплатно. А мебель, деревянные изделия, электронику, макулатуру – на платной основе. Стоимость вывоза указана на сайте сервиса. Предварительно потребуется демонтировать предмет. В Ленинском городском округе продолжается модернизация и установка новых детских площадок. К концу сентября все работы должны завершить. И юные жители округа смогут наслаждаться играми и развитием в безопасной и комфортной среде. За последние годы детские площадки из места для игр с песочницей и качелями превратились в пространство для развития физических и интеллектуальных способностей детей разных возрастов. В рамках программы модернизации уже провели замену оборудования на нескольких объектах по проспекту Ленинского комсомола. В планах привести в порядок детские площадки и в других местах нашего округа. Все они должны соответствовать стандартам безопасности. В плане безопасности здесь на каждый элемент есть свой сертификат. Все элементы расставлены на детской площадке с учетом всех зон безопасности. Все площадки оборудованы камерами безопасный регион. И там, где требуется, установлено дополнительное освещение. Помимо модернизации и строительства площадок, в округе в этом году установили два больших игровых комплекса для детей в рамках программы губернатора Московской области. Совсем недавно состоялось открытие первой такой площадки на улице Школьной во дворе дома номер 83 в Видном. Отличие в площади, если губернаторские, как я уже сказал, это 300-450 квадратов, то замена оборудования модернизации детских игровых площадок – это площадки 100, 150 и 200 квадратных метров. 300 квадратных метров в тематике сказочного леса. Большое игровое пространство, разнообразные качели, карусели, горки и элементы для интеллектуального развития. А в Терычеве расположился игровой комплекс площадью 450 квадратов в тематике «Город». Площадка уже готова и совсем скоро состоится открытие. Подрядчик присылает на согласование несколько макетов детской площадки. Мы с этими макетами выходим к жителям, находим общий язык и ставим площадку только после того, как с жителями полностью прошли этап согласования. Всего за 2024 год в Ленинском городском округе будет модернизировано и установлено 16 площадок. Все работы планируется завершить до конца сентября. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В поселке Бутово сотрудники ОМВД обнаружили заросли дикорастущей конопли. Как в Ленинском округе уничтожают посевы с наркосодержащими растениями, узнала Инга Инчук. Далее от больших дорог неискушенный рядовой житель пройдет мимо заросли крапивы. Однако оперативники обнаружили в них немало дикорастущей конопли. На помощь правоохранителям пришли сотрудники Дорсервис, которые скашивают опасный урожай. Невиданных размеров кусты конопли были обнаружены в поселке Бутово. Операция МАК-2024 проводится на протяжении года. В ходе нее оперативники исследуют места, где предположительно могут находиться наркосодержащие растения – мАК и конопля. Нередко правоохранители снабжают информацией местные активисты и жители. После покоса траву сжигают. Операция МАК включает в себя два этапа. Первый этап проходил в июле с 22 по 31 июля. И второй этап с 22 по 31 августа. Цель данной операции – это предупреждение, выявление и уничтожение наркосодержащих растений на территории Ленинского городского округа. Кругом расклеиваются различные агитационные материалы, памятки. Правоохранители напоминают – культивирование растений, содержащих психотропные или наркотические вещества, может повлечь уголовное наказание, равно как и их приобретение, хранение, перевозка и сбыт. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов, Виднетовая. Рабочему поселку Измайлово исполнилось 45 лет. День рождения территории Ленинского городского округа отметили ярко и шумно. Как прошел праздник, узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. В Ленинском городском округе сохранилась традиция празднования Дней поселков. Свой 45-й день рождения отметил рабочий поселок Измайлово. По этому случаю на поляне около территориального отдела Булатниковское подготовили праздничную программу. Развлекали гостей аниматоры в костюмах. Местные исполнители и сотрудники досугого клуба «Мечта» порадовали зрителей своими песнями. В легком платочке июльского облака, весну, что вчерем, стоишь над римом. Очень они ждут этого праздника. Все мы вместе готовимся, потому что жители, например, рабочего поселка, они также являются участниками наших клубных формирований, кружков. И тоже ответственно подходят. Все ждут, приводят своих мам, бабушек, тетей, дядей. В специальных шатрах провели мастер-класс по изготовлению таких нужных сейчас предметов, как окопные свечи. Также организовали творческий урок по созданию матрешек и солнышка. Нанесение аквагрима маленьким гостям вечера стало замечательным дополнением к празднику. А запах сладкой ваты и попкорна наполнил своим ароматом всю территорию. Конечно, это здорово, что организовывают такие мероприятия для того, чтобы все-таки людей объединять. Проводят мастер-классы подобного характера, потому что для детей очень важно сейчас развитие, творческое развитие, приобщение к общественной деятельности все-таки. Они видят и понимают, для чего это нужно. Поэтому огромное спасибо администрации за то, что они организовывают такие мероприятия. Поздравляю поселок с днем рождения. Желаю всем гражданам, что можно даже пожелать, не знаю, всего самого лучшего. Поздравила жителей рабочего поселка Измайлова начальник территориального отдела Булатниковская Ирина Дубровская. Всем здоровья, крепчайшего, семейного благополучия, хороших эмоций и всех исполнений желаний, которые мы только себе загадываем. Всех с праздником. Многие местные жители вносят большой вклад в развитие поселка и в его культурную жизнь. За это их наградили почетными грамотами. Юлия Стаферова, Евгений Бех и Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok